Перед тем, как окрашивать, смачиваем чистой водой всю поверхность полукеда. Так как краски выбраны для батика, а батика это роспись по натуральным тканям, кеды должны быть выполнены из натуральных тканей. В нашем случае это хлопок. Краску обязательно нужно смешивать с водой. Чем больше воды, тем бледнее будет краска. Легкими движениями наносим на поверхность ткани. Так как впереди лето, выбираем яркие радужные оттенки. Такой простой и красивый рисунок может сделать каждый, даже не имея художественного образования. Краски на ткани перемешиваются сами между собой, растекаясь в красивые переходы. Чтобы краска на кедах дольше держалась и при попадании влаги не растекалась, нужно высушить кеды горячим феном. Далее продолжим рисовать узоры перманентным маркером. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Прошлогодние кеды уже потеряли свою актуальность. Поменяя технику батик, можно добавить радужных функций в свой гардероб.